Всех приветствую на канале Scary Stories, я Даггер и сегодня я расскажу о кошмаре детей 90-х и проклятой игре, Мистер Микс. Кто-нибудь помнит старую компьютерную игру из начала 90-х под названием Мистер Микс? Игра была в основном рассчитана на печатание слов, что-то вроде Марио учит печатать. Здесь вы должны ввести слова в окно, чтобы шеф-повар, вышеупомянутый Мистер Микс, положил ингредиенты в миску. Однако, в отличие от большинства игр на печатание, это печально известно своей безумной сложностью. На каждом уровне имелся счетчик слов в минуту, от жалких 10 слов на первом уровне до целых 85 на третьем. К пятому уровню от вас требовали уже более 500 слов, что фактически делало невозможным продолжать игру. В этой игре имелось жуткое музыкальное сопровождение, которое могло лишить слуха человека или сломать колонку. На первом уровне это была жуткая система рыков, во время прохождения становящаяся все громче, что зачастую приводило к повреждению тогдашних звуковых колонок, которые не были предназначены для обработки очень высокой громкости. На втором уровне не было никакой музыки вообще, а на третьем было иное сопровождение. Здесь была слышна тихая работа фена. На четвертом и пятом уровнях были очень громкие звуки, которые могли повредить барабанные перепонки игрока. Другой весьма странной частью игры был дизайн самого Мистера Микса. Сам главный герой был некачественно принарисован. Это был большой, круглолицый, толстый человек с большими глазами-бусинками и красными пятнами на щеках. Большинство детей, которые играли в эту игру, сообщали о ярких кошмарах, где Мистер Микс говорил с ними тихим, скрипучим голосом. И угрожающе предупреждал молчать о чем-то. Однако ни один из них не мог точно вспомнить о чем. Один психолог, который видел много сжалившихся на игру детей, замечал ужас на их лицах, когда они рассказывали про дробности кошмаров. Многие дети в процессе рассказа не выдерживали и плакали, прося родителей «спасти их». Тем не менее, не все кошмары с Мистером Миксом имели прямое отношение к самой игре, так как их побочные эффекты бывали разные. По понятным причинам продажи игры не были очень высокими. Она оставалась в относительной безызвестности, пока несколько лет назад не попала в руки группы компьютерных хакеров, которые начали копаться в ней. Используя программу взлома памяти, они смогли взломать код игры и обойти непроходимый пятый уровень. То, что они обнаружили, однако, было очень жутким и заставляло многих из них прекратить исследования. Шестой уровень был сильно искажен. Вся игра переходила в режим негатива. В шестом уровне нам надо было вводить слово «бэйби». Если мы введем это слово, то нам покажутся три страшных фото. На первом фото был изображен расчлененный человек, у которого в целости остались только ноги. На втором фото был исхудалый человек, который не ел более недели или анорексик. На третьем фото был изображен человек с загноенными глазами. Согласно отчетам, написанными хакерами, игра ведет себя очень странно. Если обойти пятый уровень, оно внезапно вылетает и закрывается, создавая в пользовательском каталоге System32 кучу файлов, почти полностью заполняющих оперативную память. Этими файлами, как сообщается, были фотографии людей с ужасно деформированными лицами, порванными в нескольких местах наружным слоем кожи, практически кричащими от боли и агонии, и начинающие плакать кровавыми слезами. Если пользователь попытается удалить эти файлы, компьютер выдаст синий экран, сразу же нанеся жесткому диску пользователя непоправимый ущерб. Хакеры обнаружили, что это было вызвано одним байтом в позовой игре, который срабатывал при завершении пятого уровня. После удаления этого байта, они смогли приступить к шестому и последнему уровню. К сожалению, все участвовавшие хакеры отказались обсуждать то, что они там увидели. Все они стали чрезвычайно параноидальными и замкнутыми, отказывались говорить о чем-то, что связано с игрой, и показывали крайние симптомы посттравматического стрессового расстройства. Большинство из них через неделю потеряли способность связанного рожаться, и в течение месяца все они пропали без вести. Все остальные копии игры были уничтожены. И игра является на данный момент потерянной. По сей день никто не знает, что же такого было в игре, прочинившего столь огромный психологический ущерб. Может быть, это и к лучшему. Существует также продолжение истории. Два года спустя, после вышеописанных событий, некий мужчина был арестован за попытку украсть 8-летнюю девочку из продуктового магазина. Впосредством взятия ДНК и отпечатки пальцев, мужчина был опознан в качестве одного из хакеров, взломавших финальный уровень игры. На нем был белый колпак шеф-повара, а на лице читалось невыразимое злоба и безумие. На допросе он сказал только одно слово. Я Мистер Микс. А теперь небольшой бонус от меня. Я покопался в интернете и нашел файл игры Мистер Микс. Если среди вас есть желающий в нее сыграть, ссылка будет в описании, но я не ручаюсь за то, является ли этот файл оригинальным или нет. На этом все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok